Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! В эфире «Современный разговор» с политическим аналитиком, министром иностранного дела Азербайджана в 1998-1999 годах Тофиком Зульфугаровым. Здравствуйте, Тофиком Зульфугаровым. Рад вас видеть. Здравствуйте. Тофиком Зульфугаровым, сегодня у нас 18 сентября. Продолжавшись несколько недель, напряженность завершилась тем, что через Агдан, Ханкинде, пошли грузы, продовольствия, медикаменты. Это, в принципе, не однозначно принимаются со стороны армян, они опять какие-то там оправдания. Как вы можете прокомментировать ситуацию? Потому что ожидалось, вроде что, и многие ожидали, что это может перейти ситуация в горячие боевые действия. Ну, прежде всего, следует сказать, что мы много говорим о процессе реинтеграции, но этот процесс реинтеграции, он больше должен происходить в головах людей. И поэтому вся эта ситуация с этими дорогами, конечно, ее главная задача довести до наших оппонентов, прежде всего для людей, которые живут в этой зоне. Основную мысль о том, что ситуация изменилась, статус-кро поменялся. Теперь правила такие, какие они есть, и господин президент об этом сказал достаточно ясно. Кто принимает узборжанское гражданство и готов жить по законам Азербайджана, для них будут созданы условия, соответствующие, как для других граждан Азербайджана. А кто не принимает этого, дорога открыта, они могут покинуть эту территорию, оставаться, декларировать какие-то лозами, найти, осуществлять какую-то деятельность, в том числе и какую-то военную деятельность. Постепенно рамки для такого рода деятельности, они будут сужаться. И, собственно говоря, эта дорога, тема с этой дорогой, она показывает, что и как Азербайджан намерен делать. Азербайджан, как я понимаю, выбрал, скажем так, методику определенной тактики, в основе которой лежит показать этим людям прежде всего притягательность мира, притягательность мирной жизни. и вместе с тем показать, что Азербайджан не приемлет никаких фор воздействия на нас и каких-то действий, направленных против наших законов и Конституции Азербайджанской Республики. Вот, собственно, как я понимаю эту ситуацию. Откровенно говоря, прошла фура оттуда, отсюда и так далее, уже второстепенно. Ну, сейчас мы стоим перед следующим, скажем, действием. Оно будет заключаться в том, что, да, может быть, какие-то, ну, исключения могут быть сделаны для гуманитарных друзей. Но в этом регионе живет определенное количество людей, которые будут нуждаться в том, чтобы для этого региона предоставлялись определенные услуги и товары, которые регламентируются соответствующими законами Азербайджана и рыночными законами. Поэтому я предполагаю, что когда эта тема с гуманитарной помощью сойдет на ней, то станет актуальной темой того, какие поставки будут осуществляться на территорию Азербайджана в эту зону. Естественно, они будут оформляться в соответствии с законодательством Азербайджана. Они будут облагаться соответствующими налогами и так далее и тому подобное. То есть постепенное вот приучение вот к этой ситуации, на мой взгляд, будет происходить вот в такой рабочей атмосфере без всяких, надеюсь, конфликтов. Мы видим, что Азербайджан поэтапно идет, постепенно к своей цели. Сначала после окончания Второй Карабахской войны построили параллельную латчинской дороге дорогу. Потом, после того, как появился Варданян там, мы пытались провести как бы мониторинг с места добычи полезных ископаемых. Нам это не дали совершить. И была, значит, акция на счета экологических активистов. В дальнейшем показывает вся ситуация, что появился пограничный пропускной пункт. И мы постепенно пришли к тому, что находящиеся в Карабахском экономическом регионе и простые армяне мирные, и вот это вот клика сепаратистов, они приняли это вот грузы через Агдам. Как дальше будут развиваться события, с учетом того, что там находится еще экспедиционный корпус вооруженных сил Армении? И все-таки через два года российские миротворцы должны будут покинуть эту территорию. Вы знаете, мы одновременно с теми шагами, которые предпринимаются с азербайджанской стороной, которые вы перечислили, только часть из них, конечно, там сделано намного больше, одновременно мы видим определенные кризисные явления вот в этой зоне. С чем это связано? Дело в том, что военная хонта, которую я называю остатками оккупационного режима Республики Армения на нашей территории, мы с вами неоднократно говорили, что это, по сути дела, люди, находящиеся на содержании государственного бюджета Республики Армения, как так называемые военные, так и гражданские лица. Поэтому вот эта вот хонта, она пытается сформировать такую вот идеологию, в основу которой будет положено, как они говорят, борьба с Азербайджаном, борьба вот с реальностью, которая наступила после войны в 20-м году. Причем они хорошо понимают, что возможности для каких-то военных акций у них ограничены, потому что вся эта территория находится под полным контролем, и любые их действия в этом направлении будут пресекаться. Очень жестко. С другой стороны, они должны что-то предложить этим людям, которые там живут. Единственное, до чего они додумались, это предложить им коллективное самоубийство от Бога, как они сказали. Потому что попытки возложить вину на Азербайджана, потому что там какие-то продукты не поставляются и так далее, они потерпели фиаско. Вся эта имитация, я бы назвал ее такой диетической, люди по-разному соблюдают диету, диетическая имитация голода, она, конечно, вызывает в определенной степени благодаря каким-то манипуляциям. Кто-то вначале и поверил, что это гуманитарный кризис, но потом это все стало ясно, что гуманитарный кризис или проблемы, которые там существуют, они вызваны не действиями Азербайджана, а как раз-таки действиями этой военной фонды, которую, по сути дела, держат в заложниках и предлагают им умереть с голоду, но не подчиняться Азербайджану. Примерно такой у них посыл. Ну, понятно, что такая линия не имеет перспектив, потому что нормальный политик не будет предлагать на митинге, что вот идите и умрите от голода вместе со своими женами и детьми. И естественно, что это недолговечная была тактика, и поэтому, как мы видим, сегодня уже назревают определенные элементы недовольства по отношению к организаторам этой акции. Проблема состояла в том, что, по сути дела, акция – это не изобретение, только тех, которые бегают по коридорам пары общественных зданий, и изображают из себя повелителей, да, или пластилинов в суде. А по сути дела, эта вся процедура и все эти действия были инсперированы из Еревана. И тут возникает партрос, который, на мой взгляд, имеет большее значение. А в Ереване хорошо понимают, что они делают. То есть они хотят после войны продолжить свою старую политику. Понятно, что все эти попытки будут жестко пресечены. И Азербайджан определенной демонстрацией своих мускулок показал, что если будут такие попытки играть в старые игры, то многим не поздоровится. И я думаю, что эта угроза, она сумела, так сказать, сыграла свою роль. Ну, армянская сторона, как всегда, начала жаловать везде и повсюду, что помогите, защитите. Но, видя решимость Азербайджана, я думаю, что они вынуждены были сделать правильные выводы. А правильные выводы состоят в том, что если люди армянского происхождения хотят после этого конфликта и после этих войн остаться и жить в Ханкянде, они должны попытаться стать гражданами Азербайджан. Это единственный способ остаться там. Все остальные, вся их деятельность будет пресечена в соответствии с законами и конституцией нашей страны. Собственно, такая политика осуществляется в всеми государственными людьми. И поэтому никто нам никакие упреки в этом аспекте сказать не может. Да, могут призывать нас и к тому, чтобы мы осуществляли эту политику мирным путем, но сами заинтересованы в том, чтобы осуществлять ее мирными свидетелями. Почему? Потому что не хотелось бы, чтобы наши солдаты опять гибли из-за неаксионистских каких-то идей агрессивных кругов в Армении. Конечно, не хотелось бы. Но вот этот политический инструментарий, который применяет Азербайджан, достаточно действий. Но они очень хорошо должны понимать, что есть определенные красные линии и отход от договоренностей, от этих красных линий, попытки осуществлять антипоситуционную деятельность на нашей территории, они будут пресекаться и дальше все более и более жестко. И поэтому мы видим осознание того, что многие люди, которые не принимают реальность, состоящую в том, что это неотъемлемая земля, неотъемлемая часть Азербайджана, они просто покидают эту территорию. По-моему, это достаточно мудро. Если тебе не нравится где-то жить, ты просто переезжаешь. В самом Азербайджане есть много людей, которые живут за рубежом. И в Армении точно так же. Поэтому это нормальная практика. на территории Азербайджана будет действовать закон о двухпочарных. Это должно быть ясно все. Я думаю, что вот эта ситуация, что все-таки пропустили через Агдам машины с продовольствием, была вызвана и существующим в Ханкинде в Ходжалы сопротивление недовольствам простых граждан. Потому что сначала как бы в отставку с должности так сказать лидеров сепаратистов подал Райка Рутюня. А вот теперь уже вот эти сепаратисты в главаре вынуждены были принять... Давайте договоримся, что мы их не будем называть с вами сепаратистами, потому что они не сепаратисты, они государственные служащие Республики Армения. Поэтому сепаратизм это несколько другая вещь. А это остатки оккупационного режима, получают зарплату из Республики Армения. Поэтому им даже слово сепаратист подходит. Почему? Потому что сепаратизм, как мы понимаем, это движение, направленное в какое-то внутреннее движение в государство. Это все направлено извне. И кстати, вот я в этой связи хотел бы еще пару слов сказать насчет того, почему так настойчиво они требуют каких-то изменений в режиме работы Матчинской дороги. Потому что если брать ретроспективный анализ, то мы видим, что Матчин некий символ, который, если посмотреть его место в истории или конфликта, мы видим, что собственно этот район первый, который был оккупирован вне бывшей НКО, во-вторых, он стал скажем предвестником, черным для нас предвестником того, что потом продолжились оккупации. И по сути дела Матчин занимает особое место и значение для тех реваншистов кругов, которые ставят своей целью аннексию территории Азербайджана в их программе МИАЦУ. Поэтому вот когда эти разговоры были не от Лачин и так далее, и почему Азербайджан так жестко проводил свое время, он именно этим доводил до их понимания, что тема закрыта. Азербайджанский солдат, азербайджанский подграничник закрыли эту тему. И все то же самое связано с их иллюзиями насчет МИАЦУ. Пошло в обратную сторону. Именно в Лачине. Поэтому мне кажется, тут есть определенный символизм, вокруг которого шло противоборство. Извините, что я вас перебил. Пожалуйста. Нет, наоборот, я, кстати, хотел бы признаться, я, в принципе, вам пишу и звоню мы об этом говорим, что я очень часто, когда смотрю ваши интервью на различных телеканалах, читаю различных СМИ и YouTube-каналах, я очень много беру, я как бы слушаю лекцию дипломатии и очень часто формирую свои вопросы, исходя из того, как вы расклад даете. Спасибо за внимание к моему скромному вопросу, я очень ценил нашу совместную работу и взаимное обогащение в этой теме. Спасибо. Так вот, когда вот это пропустили уже через Агдам груз, наверное, там все-таки бунт среди простых граждан готовился, что чиновники армянские обрекали их на голодную смерть или что-то подобие того. Хотел бы сказать, что и вот состоявшие, ну как проходившие вчера в Армении выборы мэра Еревана показали, что люди стали аморфными, если пять лет назад они выходили на митинги и протестовали против Карабахского клана за выход со своего как бы из народа, то мы сейчас видим, что там очень низкое, если не ошибаюсь, около 25%, может быть, ошибаюсь, значит, явка избирателей и это тоже показывает, что они устали уже от этой безысходности, которая их ожидает. Они вот тоже живут как бы одним днем. вы знаете, к сожалению, Пашинян пришел в власти как бы на критике своих предшественников, которые построили свою политическую карьеру на реализации этих аннексионистских идей и планов. Затем произошло то, что произошло, Пашинян постоянно маневрирует вот в этих рамках. То он хочет, так сказать, быть главным, так сказать, реваншистом, то он хочет как бы выступать голубом мира и так далее. То есть вот это вот его постоянные колебания, они, на мой взгляд, и действуют на электоря, потому что однозначно вот эти вот группировки в политическом спектре Армении, так называемые бывшие, их идеи не притягательны. И мы видим по результатам вот этих выборов. А почему все интересуются этими выборами? Потому что где-то по разным данным до 60 процентов населения Армении живет в Ереване, мировании, что будет более правильно. И поэтому как бы люди не хотят голосовать за бывших, но они достаточно сильно разочаровались и в Николе Пашиняне, который не предложил и не отстаивает новую повестку дня для Армении это установление нормальных добрососедских отношений со своими соседями. И на мой взгляд результаты этих выборов они должны окончательно так сказать внести вот ясность что хочет Пашиняна. На мой взгляд это говорит еще о том что как обычно граждане Армении будут голосовать иногда и отток населения который приостановился во время этой пандемии он сейчас опять усилится. Мы видим также что большое количество людей бежит в том числе из региона Карабаха Карабахского экономического района и это тоже результат того что скажем многие кто пытается быть на вершине вот этой политической активности они тоже не могут предложить нормального проекта на основании которого люди возвращались домой уверенно скажут перед членами своей семьи что мы здесь остаемся жить мы будем жить они точные удары будут наноситься очень эффективно вот поэтому тут возникает естественное желание если я не могу поменять повестку дня этого то я просто уеду и многие люди вот именно так и делают и вот вот эта вот индифферентность к этим выборам еще раз показала что от политиков простые люди ничего не ждут и решают свои вопросы связанные с тем как им построить свое будущее потому что голосовать и выбирать людей которые говорят что нет сейчас мы еще там Индия нам поможет пошли две-три пушки и мы пойдем воевать опять но как-то оптимизма не вызывает слабая замена всему этому какие-то шоу которые постоянно армянская диаспора пытается разыграть для общественности Армении заседание совета безопасности ООН которое преподносится чуть ли как не знаю что-то такое сверхъестественное потом слушание в сенатском комитете и так далее но таких слушаний бывает тысяч и они ничего не решают я из-за нашего опыта хотел бы сказать если вы помните было такое демберское заявление трех клап государств минской группы где они заявили о том что недопустимо замораживание нынешней ситуации когда была оккупация территории Азербайджана и что они чего что после этого изменило то есть лидеры президента всех стран США Франции и России тогда заявили что недопустимо продолжение заморозки ситуации и ничего сейчас какие-то надежды возлагать что там какая-то там андерсекретарь или что-то сказало или что-то недосказало все тут стоит на ситуацию на земле влияет только позиция на своей территории Азербайджана все точка Азербайджан после войны сделал шаг к миру и к примирению пообещав гражданство своей страны вот кстати Пашинян так и гражданство не пообещал тем азербайджанцам которые захотят вернуться в Армению не пообещал и ни разу не извинился за годы оккупации территории Азербайджана а вот эти люди которые там на митингах выступают им хоть немного стыдно за то что они разрушили дома соседей которые превратили буквально в пустыню которую мы видели сегодня поэтому вы знаете мне кажется если люди там подумают над тем что им делать в дальнейшем то они поймут что если они хотят мира то надо идти к миру если не хотят то Азербайджан готов к конфронтации и свои задачи которые поставил перед собой он будет мы знаем что трехсторонние заявления подписался в том числе президент Путин подразумевает открытие и действие деятельность значит заинкезурского коридора очень многие государства тоже заинтересованы в этом проекте учитывая тот факт что в результате войны между Украиной и Россией закрылся вот как бы северный путь транспортный транзитный и так далее и как бы восстанавливается древний шелковый путь своего рода но мы видим что Иран выступает резко против вот что было замечено уже на прошлой неделе когда они заявляли о том что войны не будет мы не потерпим изменения границ и как бы ситуации мы не хотим статус-кво между нами и Арменией в том числе и в территориальном вопросе как бы терять как в этом будет развиваться в связи с этой проблемой дальнейшее развитие ситуации я хотел бы разделить ваш вопрос на две части первое очень много говорится о том что заинкезурский коридор какие-то геополитические силы заинтересованы в нем и так далее давайте спустимся на землю и просто скажем Азербайджан нужен доступ беспрепятственный свободный доступ на Щичеване где так сказать вот эта блокада она закрывала эту дорогу на протяжении нескольких десятков лет и до сих пор эта дорога закрыта Армении необходимо так сказать выйти из ситуации зависимости только от Ирана и Грузии в коммуникациях и она хотела бы так сказать получить возможность использования азербайджанских железных и этого вполне достаточно для того чтобы мы нашли общий знаменатель и решили этот вопрос а потом уже там все эти серединные путили там и так далее Индия против Иран против Китай за и так далее то есть на эту тему можно рассуждать бесконечно и как бы каждый из нас может сделать заумный вид и сказать что скажем так вот это главное если говорить о нас я имею ввиду Армению и Азербайджан тут выгода очевидна теперь о позиции Ирана вы знаете у Ирана есть несколько истыковых его позиций если он говорит и поддерживает территориальную целость неизменность границ то наверное нелогично будет его претензии и его позиция в этом контексте по определению статуса Каспийского моря потому что Иран не принимает ту границу которая была у него с Советским Союзом по линии Астара Гасан Кули и Гасан Кули на Туркменском берегу это линия была которая охранялась советскими пограничниками они это не принимают а проблему того что Армения и Азербайджан должны определить границу между собой они как бы не видят если армянская сторона уже дает несколько предложений о том что она видит в качестве основы для этих границ Азербайджан тоже имеет свои взгляды и свою позицию в этом вопросе тоже выскажется по этому вопросу то армянская сторона признает что границу надо определять а Иран что защищает ту границу которой еще нет вообще его позиция приверженности к границе она на чем базирует что конкретно он защищает я не могу понять если границы нет между Арменией и Азербайджаном нет ее Армения отменила эту границу или этот принцип от 1991 года который стал основой для определения границ на постсоветском пространстве они заявили во время принятия Абраматейской декларации что мы так сказать уже присоединили часть Азербайджана и у нас существует соответствующий правовой акт парламента и так далее эта часть даже ссылка на нее имеется в конституции Армении поэтому границ с 1991 года не существует Армения их отменила поэтому Пашинян сам говорит мы таким кадастр для нашей страны получить то есть он говорит что надо определить границу иран чего защищает в этой ситуации границу которую еще не определили кто-то мне может сказать вот они заявления когда делают о чем они заявления конкретно что они защищают какую линию сначала в Праге Пашинян сказал что линия 91 потом заявил что нет ну карта 75 до этого он плясал в шуше и говорил отца это Армении точка то есть границы были в районе Бейлага потом он присягал на на конституции Армении в этой конституции есть ссылка на акт независимости в основу которого армянская они положили решение парламента тогда Верховного Совета Армянской СССР и областного совета депутатов Степанакер значит была другая граница то есть по линии ну бывшей НКО с присоединением к Армению теперь потом 91-й год и 75-й уже 4 варианты границы по Шинян иран какую из них защищают кто-то мне может ответить Армяне сами не могут сказать где их границы они говорят у нас столько-то квадратных километров где-нибудь вы еще слышали претензии на территориальную целостность к такой квадратуре нет поэтому иранская позиция она далека от логики и не выдерживает никакой скажем логического анализа и критики поэтому я думаю что иранские заявления мы оставляем в стороне тем более что сегодня всем ясно что Иран никак не может воздействовать на ситуацию кроме как ведя политический диалог с Азербайджан всякие угрозы на нас не действуют мы это хорошо показали поэтому надо так сказать отойти от всяких таких я сказал бы самодеятельности во внешней политике и вернуться к нормальному диалогу а заявления там каких-то военных командиров это пускай они используют для своей политики где-то в других странах к этим заявлениям кто-то прислушивается у Азербайджана есть союзнические отношения с Турцией поэтому Иране хорошо понимают насколько все эти браворные заявления заведят того чтобы они когда-нибудь превратились в реальность и самый главный момент я думаю что в Иране хорошо понимают что такой фактор как азербайджанское население в Иране они игнорируют и могут объяснить азербайджанскому и многим другим гражданам другой национальности в Иране почему им надо умирать за Армению они точно не смог поэтому это все скажем игры на публику которые на серьезных людей не производят никакого впечатления пускай дай мне свои дела спасибо большое Товик Мелин как всегда очень интересно с вами прошел эфир уважаемые дамы и господа вы смотрели интервью с политическим аналитиком министром иностранных 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 в 98 и 99 годах Товиком Зульфугаровым спасибо большое Товик Мелин всего вам хорошего до новых встреч спасибо до свидания